Диалоговая площадка, организованная в библиотеке «Юность», получила название «Диалог памяти». Она была посвящена страшному событию в нашей истории – 80-летию со дня расстрела евреев Брестского гетто. Геноцид – настоящий кошмар для всего народа. Все жители западных регионов Советского Союза пережили оккупацию, которая длилась более трёх лет. Эти три года были наполнены муками тягот, лишений и горя. Люди, принадлежавшие к еврейскому народу, были лишены всяческой надежды. Гитлеровцы с первых дней своего пребывания на захваченных территориях запустили в отношении евреев программу уничтожения. К моменту гитлеровского вторжения в Бресте проживало около 22 тысяч евреев, что составляло около 40% от населения нашего города. Практически все они были уничтожены в ходе специальной немецкой операции. Мы проводим диалоговую площадку со студенческой молодёжью. И как раз она связана с вопросами, у нас это год исторической памяти, и как раз в развитии этой темы, и связана с уничтожением Брестского гетто, которое существовало во время Великой Отечественной войны, но существовало меньше года. И как раз сегодня собрались здесь, в библиотеке «Юность» в Московском районе, для того, чтобы как раз эту тему и обсудить со студенческой молодёжью. Данная диалоговая площадка называется «Диалог памяти». Площадка посвящена Брестскому гету и геноциду белорусского народа. Площадку мы делаем на базе библиотеки «Юность» и для учащихся колледжей Сузов-Тузов Московского района. Данная важность данной площадки состоит в том, чтобы ребята, учащиеся молодёжь, знала свою историю, уважала свою историю, чтобы помнила о подвиге белорусского народа, чтобы могла нести эту историю дальше своим детям, чтобы дети, конечно, не забывали о своих корнях и о том, что было в прошлом. К 18 октября 1942 года большинство узников Брестского гетто погибли в урочище Бронная гора. Остальные были расстреляны в самом Бресте. Трагедия Брестского гетто – одна из страниц истории массового уничтожения белорусских евреев гитлеровцами. Об этом говорили на диалоговой площадке, посвящённой памяти жертв геноцида, участие в которой приняла студенческая молодёжь нашего города. «Мы должны помнить события нашего прошлого, потому что в прошлом была война, и война была ужасная, она несла за собой ужасные последствия. И мы должны помнить об этих событиях, потому что, например, людям раньше на войне не хватало чего-то, и мы должны помнить об этом, чего не хватало людям, и хранить это до сих пор. И мы не должны повторять последствия прошлого». «Мы не Иваны, не помнящие родства. Знать и помнить свою историю, прошлое своей страны – это нужно прежде всего нам, людям, живущим в 21 веке. Поэтому в Беларуси так трепетно подходят к сохранению исторической правды. И сегодня всё чаще и всё больше мы говорим о геноциде белорусского народа, о зверствах фашистов и о том, что сохранение мира – это главная задача каждого государства». Спасибо. 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 Спасибо.